Большинство из нас на Украине считает, что мы все-таки религиозная нация. Мы же как бы так большинство православные. Если посмотрите в Викопедию, Украина считается православной страной. Поэтому каждый, кто здесь живет, считает свое право высказать свое мнение о Боге, в какого он верит. Поэтому, как начинается неделя, рабочая неделя. Это, наверное, знаете такое, пришел на работу, пообщался со своим соработником, узнал все новости компании. Рассказал другу о том, о чем думают во дворе о нем. Потом пришел, поговорил немножко с начальством, немножко так, знаете, как кофе, чай, капучино, почесать языком. При всем этом рассказать всем о том, что произошло. Особенно сейчас я посмотрел рубрики в интернете, это желтая пресса или же там склоки, или же там еще какие-то сенсации. Посмотреть желтую прессу, узнать последние новости о наших звездах, прийти людям рассказать. И если мы еще верующие, прийти в церковь, или в синагогу, или куда-нибудь в другое место, кому-то сказать об этих сенсациях. И так получается каждый раз, каждый день, каждую неделю рассказать кому-то о чем-то. Прошлую субботу я говорил о грехе, который поглотил наше общество. И настолько, что он повлиял на наше мышление. Я говорил о грехе, который, знаете, безутешно косит людей в этом мире. На самом деле, люди, порабощенные ложью, сегодня они живут в стадии эфирии о том, что без нее жить невозможно. Часто я ожидаю перемен, знаете, честно говоря, я ожидаю от людей перемен. И эти перемены на этой неделе или на следующей неделе, они обязательно придут. Я верю, что люди в сознании могут понять о том, что Бог требует от них сегодня. Особенно хочу говорить о том, что произошло на прошлой неделе. На прошлой неделе произошло такое подмена понятий тому, к чему мы привыкли и с чем мы срослись, вдруг внезапно оно осветилось. И я в течение недели уже не раз слышал, как люди говорили, ваша проповедь доставила меня думать, о чем я говорю, как я говорю и зачем я это говорю. И я понимаю, что это всего лишь продолжение того, что Бог будет делать. Сегодня Бог хочет делать намного глубже. Мы привыкли к непримиримым грехам нашего общества. Мы привыкли к тем порокам общества, которые очень явные, такие как насилие, кражи, проституция, наркомания, взятки. То есть мы привыкли к тем порокам. Но есть пороки, которые в этом толерантном обществе мы привыкли, о которых мы не хотим говорить, которые стали частью нашей жизни. И об этом как раз я хотел бы разговаривать с вами. То, что зачастую выдается как образ жизни нашего общества, мы принимаем как необходимую часть жизни для нас. И то, что Бог называет грехом, мы предпочитаем называть необходимостью. Очень часто. Очень и очень часто. Я сегодня хочу говорить о пороке общества, которые не меньше, чем ложь. Не меньше, но даже, наверное, более разрушительной для общества, нежели ложь. Но перед тем, как мы начнем, это хотел бы помолиться. Покажите на экране Теглимили же Псалмы 138, 23 стихи 24. Этой молитвой молился царь Давид. И я хотел бы, чтобы в течение того времени это стало нашей молитвой. Чтобы мы своими уставами провозгласили. Те, кто может смотреть нас по интернету, тоже взяли бы эти Библии, посмотрели ваши Библии. Где бы они у вас ни были, на полке, либо у вас с собой, либо на айфоне, на телефоне, на айпедах. В любом случае, давайте мы откроем это место Писания и прочитаем. Потому что Писание говорит, от своих ты слов оправдаешься, либо осудишься. И исповедание уст наших, это наша победа. И я почитаю. Исследуй меня, Боже. У вас есть ваши Библии? Если нет, посмотрите. Исследуй меня, Боже. Узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. На еврите говорит, посмотри, не на печальном ли я пути. Печаль, человеческий путь иногда, он приводит нас к печали, к разочарованиям. И вот это чувство разочарования, которое у нас иногда есть, мы хотим представить пред Богом. Но любому разочарованию предшествует нечто. И вот сегодня я хотел бы поговорить по этому поводу. Вы можете сказать вашему соседу, толкнуть его и сказать, это будет про тебя. Тема немного неприятная, но суть одна. Тема называется сплетни. Если вам не нравится эта тема, вы можете посплетничать после моей проповеди в холле. Вам еще подадут кофе в капучино и бутерброд с маслом. Но на самом деле, как многие из нас участвовали в сплетнях, либо становились объектом сплетен? Кто из нас участвовал в сплетнях, либо становились объектом сплетен? Все правильно в таком государстве живем, что получается, особенно в таком городе. Мое листоположение, оно ставит меня частью системы, которая непосредственно связана с людьми. И люди, которые зачастую хотят меня разложить по полочкам, по всем косточкам, как те, кто смотрит меня по интернету, любят это делать, так же и люди, с которыми непосредственно я связан. Вы знаете, пример сплетня, я хочу привести один пример, который со мной случился. Я не буду говорить о всех вещах, но один я вам расскажу, который у меня просто был поверх, как-то так, наука такой, знаете. Восемь лет назад, я как член Духовного совета города, мы участники многих молитв и многих общений. У нас есть такая небольшая ассоциация служителей, евангельских служителей, где мы общаемся, мы уже в течение 20 лет, нет, не 20, извините, а 15 лет мы уже общаемся со служителями. И вот 8 лет назад, примерно 8 лет назад, я точно сейчас не помню, мы говорили о ситуации, которая происходит в городе. И так как одна из проблем – это употребление алкоголя, и так многие служители за или против, как бы они говорили о ситуациях, как наши доблестные правоохранительные органы, особенно ГАИ, останавливали людей при виде, знаете, вот затуманенных окон, когда, знаете, вот еще там что-то такие, очень тяжелые такие окна, да, такие. И под видом того, что они чувствуют запах, особенно, знаете, у меня однажды, я покупаю очиститель для этих стекол, он на алкогольной основе подпрызгал немножко, потом тебя останавливает, говорит, вы пили, да. Но останавливает, пастор один рассказывает, останавливает моего помощника, и останавливает, и беспредельно говорят, итак, вы пьяны, забираем машину, устраив площадку, давайте дышите. Он говорит, вы слушайте, я помощник пастора, и он говорит, и что, я уже лет 10 не пью вообще, и, как бы, я верующий человек, знаете, как бы, как пастор я должен быть лицом для народа. Он говорит, да, зная вас, пастором, вот недавнечко, говорит, остановил одного на джипе, и он остановил его в затуманенные стекла, а он не в зуб ногой, говорит, еле языком движет, и, говорит, знаю таких пасторов у вас. И вдруг этот пастор в нашем окружении пристально смотрит на меня и говорит, среди нас только один на джипе ездит. Я был просто в шоке. А ситуация, которая, как бы, еще, знаете, еще это было, я такой смотрю на все это, и думаю, как это, как это возможно? Из-за того, что у меня хорошая машина, вдруг меня подозревает в чем-то, в чем кто-то сказал о чем-то. И, знаете, я посмотрел на сплетни, которые, ну, как слово сплетни, вводят туда еще несколько другие слова, которые похожи на сплетни, да, но, как бы, один корень имеет. Это клеветник, наговорщик, наушник, оговорщик, переносчик, поклепщик, дрязги, кляузы, разговоры, пересказы, суды, пересуды и толки. Необходимость общества? Мы считаем, что это необходимость общества или часть христианства. Вы знаете, если выходит, что сплетни являются жанром общения для интеллигенции, тогда мы в очень больших проблемах. Многие из нас говорят, о, ты знаешь, у меня что-то тебе есть сказать. Ты знаешь, тетю Мауню, которая с привоза, у меня есть что-то тебе сказать. А потом говорит, только ты это никому не говори. Это как, знаете, хотите сделать что-то хорошее, скажите наоборот. Пусть скажи, всем расскажи. Я помню, когда наши дети, знаете, у них формировался характер, они маленькие, где-то там что-то не по-ихнему было, они кричали, начали плакать. И к мне пришла идея. Вместо того, чтобы вот так вот говорить, закрой рот, не надо, пожалуйста, не позорь меня, и так далее. Я начал делать так вот. Он кричит, и я так тоже кричу. Он, мау, я говорю, мау. Он такой посмотрел на меня, ему не понравилось, он начинает еще больше, я начинаю больше. И через минуту он замолчил, замолкает, потому что он понимает, что бесполезно. Что-то продолжать делать. А если ты говоришь, ну не надо, ну не нужно, он тебе это сразу еще с претензией. Знаете, вы скажете, ой, гэбэ, вы что? Тут в Одессе без этого нельзя. Знаете? Лучший разговор от этой сотни может быть только одесский вестник. Почитал, все знаешь. Давайте мы посмотрим, что такое сплетни, перед тем, как мы вообще перейдем к понятию, как Бог смотрит на эти ситуации. Давайте. Я взял векопедию специально посмотреть это слово. Когда я набрал в интернете слово сплетни, я, честно, я был в шоке. Сколько рублик или даже сайтов с таким каким-то названием сплетни.ру, сплетни, там еще какие-то и разговоры, и что там только нету. Конечно, я не читал их, потому что посмотрел, сколько их там в списке, я искал в векопедии. Слух, неподтвержденная информация, источник, который неизвестен, но при этом достаточно интересная, чтобы быть активно распространенным. Правда? Хорошая. Классические слухи передаются устным путем в виде сплетен. Дальше такая фраза с удешевлением почты и появлением телеграфа, телефона и средств массовой информации темп и масштаб распространения слухов значительно увеличился. А с появлением интернета для распространения слухов используют также электронную почту и блоги. Это векопедия делает такую как бы вставочку, что такое слухи. Дальше есть клевета. Посмотрите, словарь, что такое клевета? Недостоверная, неподтвержденная, неполная информация. Как правило, негативного характера или распространенная заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинства другого лица или подрывает его репутацию. Это общее понятие о слухах и даже о клевете. Но посмотрим, давайте, что говорит Писание об этом грехе. Грех, который на сегодняшний день стал частью общества и, к сожалению, становится частью необходимого, может быть, житейского бытия многих верующих людей, без которого многие люди скажут, я не могу жить. как для меня вот этот образ жизни стал частью. Притчи 6, 16. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душа его. И там есть небольшое перечисление. 19 стих говорит «Лже-свидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». Вау! Вы скажете, секунду, шел Богу до того, что мы говорим о ком-то, как Он поступает. Разве это не право, чтобы человек как бы, ну, посмотреть на его дела, рассмотреть и потом как бы и наказать каким-то образом? Разве, ну, разве Бог должен как-то реагировать на то, что мы справедливо и правильно говорим о людях? Может быть, может быть, справедливо мы думаем. Но я задумался, почему Бог именно ненавидит. Написано, что это мерзость перед Богом, душа его, это мерзость перед Богом. Особенно этот свидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Я подумал, может, банальный ответ первый, как бы я первый пункт такой сделаю. Я думаю, что у Бога есть много детей введено с вами. Так? Он захотел, написано, и родил нас. Бог есть отец. Мы обращаемся к отцу. И если вы, например, если касается меня каких-то вещей, я знаю, что обо мне говорят много таких неправдивых вещей, и как-то неприятно, но, знаете, с этим можно смириться. Лично для меня. Потому что я знаю, кто я такой. Я знаю, что меня Бог призвал к работе. Я знаю, что у меня есть семья. Я знаю, что я посвящен этой семье. Но если вы начнете говорить против моих детей, даже если это правда, некая правда, то слово «лашон ара» это слово, как бы, злой язык, то даже если это правда, мое внутреннее отцовское состояние будет защищать своих детей. Я потом с ними разберусь. Понимаете, да? Я потом с ними разберусь. Но это состояние, неприятное состояние о том, что о моих детях говорят либо правдиво, либо неправдиво, но в искаженном виде заставляет меня противостоять людям. Ну, это может быть очень такой легкий пример. Но в сущности слова о наушниках как лакомство. Я думаю, что еще также сплетни это какой-то некий наркотик для многих людей. некая зависимость, чтобы узнать, повкусить приятно. И вот притчи 18-9 это слова наушника, слова сплетника как лакомство. Они входят во внутреннее чрево. И вот это зависимость от склоков, зависимость от информации, зависимость от того, чтобы это вкусить. И знаете, как у нас в Одессе говорят, посмаковать. вот это вот чувство разрушительных слов против других людей, Богу это не нравится. Богу это не нравится. Потому что вот это чувство, которое наслаждение приносит, это ошеломительное приятное чувство, когда ты разрушаешь чью-то жизнь и делаешь ее невыносимой. Для Бога вот это состояние людей неприятно. Он им не сопутствует. как в прошлый раз можно спросить, я спрашивал, что заставляло людей сплетничать? Что заставляло? Знаете, если я когда попадал в ситуацию, где происходили сплетни, я себя спрашивал после всего, оно тебе надо было в это слушать? Тебе нужно было что-то говорить? И вот я задавал вопрос многим людям, что заставляет их следовать сплетни, распространять сплетни, или же так вот высказать, поукрасить, что он это что-то сбрыхал. То есть слышать что-то и добавить в это, что заставляло? И многие говорили мне, знаете, я чувствовал себя важным человеком, что я знаю все, что в Одессе происходит. Многие говорят, я был сильно заинтересован в том, чтобы сказать то, что я думаю. Чувствовал себя уважающим человеком. Меня слушали. Я говорил, а они слушали. Мало того, что говорил не право, но они слушали. Чувствовал такое, какое, знаете, как будто в кино себя развлекать. Ты слушаешь, люди спорят на тебя в твоих уста и слушают, как будто ты развлекаешь их, знаете, как актер. Многие люди чувствовали это, чувство, как будто ты просто развлекаешься, чувство, что ты чего-то стоишь. Знаете, вот эти моменты, что заставляют людей идти на эти преступления, они подсознательно даже не думают, что это преступление. Здесь просто поговорить, просто пообщаться. Я лично не находил для себя, я не знаю, как вы, я лично для себя никогда не находил оправдания моему участию в сплетнях. А вы? Вы можете найти справедливое оправдание тому, чего вы участвовали в сплетнях? Боже мой, дайте мне такую веру. На самом деле в Писании не видно, что от того, что я почитал, от того, что там написано, что Бог, Богу ненавистны научничества, ненавистны эти вещи. Скажу вам, что всякий раз, когда я участвовал в сплетнях, это мне никогда не приносило праведных чувств. Вы так сильно часто участвуете, вы вас слушаете по роду деятельности, я много что слушаю и выслушиваю людей, но пытаюсь это все из моего разума, из моего сердца удалять, потому что мне тоже нужна какая-то иногда форма исповедания для людей, пойти кому-то рассказать, что я наслушался. Нет, навряд ли это. Но молюсь Богу всегда, когда я слушаю людей, что правильно реагировать на эти вещи, правильно реагировать. всякий раз, когда я участвовал, тогда я думал, а что во мне говорит это? Что я с этого имею? Бог реагирует еще на сплетни, как на вот наше внутреннее эго, мое я. Богу не нравится, когда мы говорим неприятное о его детях. даже каким бы он ни был, стоит он или падает. Помните, что ты судишь другого раба? Стоит он или падает? Смотри, чтобы сам ты не упал. Второе, что могу сказать, что мы отражаем темную сторону, когда мы сплетничаем, когда мы говорим неправду, или можно сказать больше такое, говорим какие-то истории, которые отражают злую природу нашего сердца. Это плотская наша сторона, где мы в своей невозрожденной природе открываем наши сердца. Я верю, что это фактически та темная сторона нашего сердца, которая включает сплетни. Еремия 17,9 говорит, лукавое сердце человека более всего и крайне испорчено, кто узнает его. Нет ни одной причины, доброй причины для сплетен. Честно вам скажу, нет ни одной хорошей, приятной, доброй причины, или можно сказать, праведной причины для того, чтобы люди распространяли сплетни. Что вы мне не говорили, я не согласен. Абсолютно не согласен. Потому что мы призваны в нем к высшим целям. В Боге мы призваны к высшим целям. Через смерть и страдание Мессии мы призваны показать этому миру, что мы не похожи и не будем действовать, как этот мир. Как нам преодолеть этот грех? Каким образом мы можем преодолеть грех, который сегодня обществом навязан нам в том, что мы живем, как мы реагируем на все это, что мы считаем маленькими грехами? Как нам преодолеть? Я хочу дать вам три пункта. Первый, когда у вас происходит разговор о ком либо, о чем либо, задайте себе простой вопрос. Этот разговор, вот то, что вы говорите, он негативный или позитивный? Можно говорить сплетней позитивно, смеясь, улыбаясь, прикалываясь, да, но следующий, поможет ли человеку это или разрушит его? вот что это? Мы призваны к созиданию, помощи людям, но если наш разговор говорит о том, что мы унижаем человека либо разрушаем его, я верю, что любая сплетня, она разрушительная, она не приводит к позитиву. Равшаул, который преследовал верующих и был обращен к Богу на пути в Дамаск, он пишет свое послание к Ефесянам, 4 глава, 28 стих, 25 извините, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но только доброе, для назидания веры, дабы оно доставляло благодать слушающим. Когда мы общаемся, когда у нас разговоры существуют о ком либо о чем, либо даже о правительстве, либо о государстве, какое оно несет информацию, разрушительную, либо наоборот, созидающую. Что это? Что мы помогаем или разрушаем? Вопрос, который мы должны задавать. Притча 16, 27. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, наушник разлучает друзей. Наушник, то есть сплетник, он разлучает друзей. Мы иногда, может быть, просто так выросли, или же, может быть, мы так привыкли поступать, просто какой-то шуткой, какие-то разговоры, каких-то ответственных вопросах. мы поднимаем личности, и поэтому надо всегда думать. Как служитель, мне приходится общаться с многими людьми, с различными людьми, и частенько, говоря, много фильтровать то, что я слышу. Я часто говорю, если этого человека присутствия нет, я не могу об этом говорить. Мне говорят, ну, Рэбе, вы слышите, вы слушайте меня. И вы были всегда, многие из вас были участниками вот этого нашего с вами разговора. Я говорил, подожди, пока вторая сторона не будет, я хочу выслышать вторую сторону. Я не могу принимать твою, потому что я не слышал другую сторону. И по этой причине мы пытаемся, я пытаюсь разобраться в самом себе, будет ли этот разговор мы позитивный, созидающий или нет. И знаете, иногда попадаются в разговорах такие вещи, как, знаете, вот, я называю это пастырский бутерброд. Что это такое? О человеке начинаешь говорить доброе, позитивное, потом немного ты напрягаешься, понимаешь, что человек, ну, ему нужно меняться, начинаешь вливать майонез такой, негатива такой, знаете, вот он такой, сякой. Потом чувствуешь, чтобы разговор был, ну, закончился хорошо, и начинаешь говорить какую-то надежду. Опять, типа, оправдать себя, что ты там не наговорил больше или меньше, говоришь, ну, у человека есть потенциал. Попадали в такой расклад? Например, среди пастыров мы тоже шепчаемся, да, как тебе пастыр Ю? Он говорит, классный парень, классный мужик, такой хороший, хороший потенциал у него, знаете, но знаешь, я послушал несколько проповедей, что-то он такое гонит неправильное, что-то такое, ну, не знаю, что-то у него стереология не такое, но вообще соскатология, вообще он не разбирается, ну, так дальше. Но знаешь, к концу разговариваю, ну, знаешь, слушай, могу сказать, ну, человек пытается и да поможет ему Господь, вся надежда на Бога у него получится, в конце концов, один патерброд, понимаете, собрал вместе. Как многие из нас сегодня так же сами поступают. Мы видим людей в общине или же в церквях и говорим простые вещи. Вау, посмотри, он недавно уверовал в Бога, он такие трудности прошел, он возрастает в нем, но знаешь, ему нельзя еще доверять, ну, нету доверия. И там еще, он хорошо, он читает Библию, он там уже участвует в общине, в некоторых вещах, но детей доверить ему пока еще рано. И потом, но, но в конце мы говорим, у него все получится. Немножко поработать и все будет хорошо. То есть мы фактически вроде бы и хорошую позитивную часть даем, да, вот позитив, потом немножко негатива, потом опять позитив, бутерброд мы сложили такой, чтобы не быть в осуждении, но Бог хочет, чтобы мы по-другому думали. Этот момент такой очень интересный. Комплименты, сплетни, комплименты. мы должны научиться переставать, знаете, вот добавляя какие-то свои моменты, то, что мы переживаем, что мы говорим, не думая о том, что люди могут меняться. Мы должны быть более позитивны. наши совместные молитвы, знаете, это тот рассадник, где больше всего появляется в сплете. Когда мы приходим к другому человеку из общины либо из церкви на молитву, помолиться за ситуацию, что часто всего происходит? Мы пришли же духовные помолиться о людях. И вопрос следующий, о ком или о чем мы будем молиться? Ты слышала, что в семье в Атманном происходит? У них совсем беспредел. И мы начинали говорить, что у них происходит, давая себе возможность за это помолиться. А потом, ты знаешь, у них совсем денег нету. А почему? Так он же вообще не безработный и начинается разговор. Или же наши молодежи? Наша молодежь, надо молиться за нее. В прошлый раз я проходила мимо ресторана, куманец, видела, как эти два голубка сидели друг против друга, смотрели в глаза и вот видно, что со страстью съедали друг друга, что они не знают, что идут в ад. надо обязательно помолиться. Помолиться. И вы знаете, после такой ходатайственной молитвы, которую мы еще обсудили до того, как это произошло, мы чувствуем себя очень на подъеме о том, что мы зачатили этих людей своей ходатайственной молитвой. что мы все-таки побороли этого врага, который встал напротив семи ватманов, шлюгеров и также самых других. Мы победили этого лукавого, который обращает нашу молодежь, забывая о том, что мы перед тем, как мы помолились, мы все-таки прошлись по ним тракторным гусеницами своими. Что это? Порок это то, что мешает нам общаться с Богом. Да, это правда. То, что ты видел, то, что ты слышал, может быть истинной правдой. И я вам скажу честно, на наших устах мы должны говорить правду, но не всегда вся правда, которую мы знаем, должна быть высказана вслух. Не всегда. Может ли быть может приватная жизнь людей стать достоянием публичных обсуждений? Может ли то, что мы знаем втайне, стать достоянием всего народа? Я думаю, что так не должно быть. Следующий вопрос, который я могу задать, это момент такой, делаю я личные события человека достоянием народа? делаю я личные события человека достоянием народа. Притча 11-12 говорит так, только реагируйте на это правильно, скуда умный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит, закрыл свой рот и тихо шаг. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. Может ли личное событие человека стать достоянием народа? Должна ли конфиденциальная ситуация в жизни людей, который открылся перед тобою, стать публичной сенсацией? Я думаю, что это часть, которая должна измениться в самом обществе верующих людей. Если я хочу созидать других, сохранять их и поднимать их, и более, знаете, сказать, быть помощью для них, я должен всегда помнить призыв такой внутренний, личное может ли стать публичным? я должен сохранять свою репутацию? Услышьте меня, пожалуйста, нам нужно думать о своей репутации. Почему? Кто из вас даст гарантии, если вы общаетесь с человеком, который говорит о каких-то сплетнях либо о какой-то клевете, что он не будет делать того же против вас? потому что вы участвуете с ним, вы думаете, что он ваш друг? Никто не может дать гарантии, что если вы общаетесь с людьми, которые имеют этот порог сплечничать, говорить какие-то слухи, дать гарантию, что эти люди не будут говорить то же самое о вас. И для того, что люди доверяют вам, это не обязательно, чтобы вы могли сказать по-другому. Люди, которые доверяют вам, они доверяют вам свое сокровенное не потому, что они боятся, что вы раскроете их тайну. Они доверяют вам свои секреты для того, чтобы вы их хранили или как бы держали великой тайне. Они делятся своими ситуациями, проблемы, потому что вы можете им помочь. и когда эта помощь, которую вы предлагаете, эти люди уже приняли ее, вдруг она раскрывается каким-то образом, вы теряете полную уверенность ваших друзей, близких в том, что вы надежный человек. Я не говорю о том, что нам нужно теперь все тайны хранить, я говорю о том, что нам нужно научиться помогать друг другу и найти способ, как мы можем найти доверие людей. Притча 25.9 говорит, веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай. Ты можешь вести трудности и ситуации, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя слышавший это. И тогда бесчестие твое не отойдет от тебя. Другими словами, как только узнаешь, что ты распускаешь слухи, даже если не справедливые, справедливые слухи, бесчестие, оно не отойдет от тебя. Так Бог смотрит. Есть люди, которые попадают в очень тяжелые семейные обстоятельства. Может быть недавно пришедшие к Богу не знают, как себя вести, попадают в различные искушения, то ли это может быть пристрастие, может быть это сексуальный какой-то грех и так далее. Семьи они внутри раздираются, разбиваются и если мы способны держать не тайны, а возможности исповеди и помочь людям вырасти, поднять их, мы тогда сможем приобрести тех людей для Царства Небесного. Кто из вас хотел бы, чтобы вам много прощалось? Какие-то нисхождения были, правда? кто из вас хотел бы, чтобы вам еще Бог дал второй, третий, пятый шанс в жизни? Вы слушайте, ситуации бывают такие, которые очень сложные и я знаю семью, которая шла через трудности и в один момент кто-то из близких, тех людей, которые помогали им поделились в смс-ке пожалуйста, молитесь эту семью, а не вот-вот перед разводом. Тот или другой человек прогуглил это все в интернете. Поддержку молитвенную все создали. Вы знаете, когда это стало публичным достоянием, это не в нашей семье произошло, это в другом месте. Жена сказала, я не могу так. Она взяла и просто развелась, потому что не могла выдержать позора. Говорю о том, что мы иногда имея добрые помыслы, желание помочь людям, понимаем, не все правдивое должно быть быть высказано. Не все правдивое, но мы должны говорить правду. Этот момент очень важный, потому что я верю, что мы сможем победить в этой неравной борьбе, потому что это часть нашей жизни. Но если я еще не смог наступить на ваши любимые мозоли, можете протянуть немножко ноги ваши вперед. Пункт третий. Своими действиями вы подталкиваете других на сплетни или нет? Я не говорю, что вы сплетничаете, я говорю о том, что вы становитесь слушателями, участниками каких-то сплетен. Надо, чтобы вы говорили какие-то. Участниками данных разговоров становитесь, ну, как бы сказать, подтягиваете вы людей к тому, чтобы они больше и больше говорили сплетни. Притча 17.4. Злодей внимает устам кривды, написано, сплетни. Злодей, это не значит, что он убийца или вор или так далее, он злодей, делающий зло. Он внимает устам сплетен. Ложь прислушивается слову насильника. Я знаю, что у вас сейчас на русском языке другое слово написано. Я вам читаю сейчас севрита. Злодей внимает устам кривды, то есть сплетни. Ложь прислушивается слову насильника. Не только то зло, которое распространяет сплетни, но участники сплетни, слушатели сплетен, тоже являются злодеями. Простите меня, пожалуйста, я думаю, я уже наступил сильно на ноги. Это очень тяжело. Почему? Потому что мы позволяем этой сплетне распространяться. если позволяем этим людям вливать в наши уши информацию, которую мы слышим, тогда в нашей душе происходит это желание с этой информацией с кем-то поделиться. Ведь должны быть сообщающие сосуды, правда? Ты вливаешь туда, должен установиться баланс где-то, где-то должно быть вытечь это все. Таким образом, когда в наши уши вливают любую информацию, я говорю не только о тех верующих, которые мы имеем, я говорю о стране, в которой мы живем, происшествия, происшествия, которые происходят у нас в стране, негатив, который мы имеем к нашим властям, то, что мы думаем, переживаем, даже некоторые сплетни, которые распространяются, мы не знаем факты, но мы хотим так сказать, как будто мы герои самого Майдана. Вы понимаете, о чем я говорю? Я хочу, чтобы вы понимали, что если мы позволяем людям вливать в наши души какую-то информацию, тогда у нас есть тенденция ее продвинуть дальше. Я бы хотел сделать еврейский телефон. Знаете, игра, помните, испорченный телефон? Дать какую-то информацию, пока 20 человек передадут другому, эта информация будет искаженная полностью. С практической стороны, смотрите, если эти люди сплетничают с тобой, у них есть такое слово, знаете, уверенность, что вы выслушаете, вы друзья, вы выслушаете, вы перемололи эти ситуации, то где гарантия, я уже говорил, что этот человек о тебе того же не скажет другим. По этой причине мы не можем позволять себе такую роскошь, как сплетни, которые разрушают нас. Мы не можем позволить как верующие себе такую роскошь, как разрушение через сплетни. Я вам хочу предложить три варианта, как избежать такого рода общения. Мы общаемся, правда, люди? Я вам даю три варианта на ваше усмотрение. Это вариант первый, полюбовно, как можно будет рассмотреть, остановить сплетни. Это можно прямолинейно. Кто полюбовно, приостанавливать сплетни полюбовно? Кто из вас за то, чтобы полюбовно? Три человека. Я понимаю, что я нахожусь в Одессе, правильно? Кто за то, чтобы прямолинейно? Третий вариант видимым, экспрессивным выражением. Я вам скажу, вы себе выберете одну из трех. Первое, что такое полюбовно? Когда происходит такая ситуация, нам просто нужно сказать, дорогой, если бы этот человек находился сегодня с нами, он бы весьма огорчился, услышав о себе такие вещи. Поэтому давай, пожалуйста, мы просто не будем о нем говорить, а перейдем на другую тему. Любя, тихо, спокойно, знаете, с любовью, можно сказать, прямолинейно. Он говорит, слушай, если у тебя с ними такая проблема, пойди к нему и разберись, что ты меня туда всовываешь. А знаете, как это будет видимым негодованием? Вы сначала делаете лицо возмутимое, услышав какие-то слова, говоришь, нет, 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 закрой свой рот, об этом слушать даже не буду. иди сам разбирайся в своих вопросах. С твоим лицом все уже написано. Но на самом деле у нас есть то, что можем остановить, потому что мы призваны немного больше к большему, к высшему, как верующие люди. Вы спрашиваете меня, что о человеке теперь нельзя вообще ничего говорить без его присутствия? Можно, но распространять слухи о нем нельзя. Очень просто. Ребе, можно ли прыгать в субботу с пакашута? Можно, открывать его не нужно. это нормально. О людях мы всегда будем говорить. Слушайте, мы всегда будем говорить о людях, но выливать негатив или же свое негодование об этих людях не стоит. Как помочь, вы спросите, как помочь, если об этом не говорить? Да? Ну, как? У нас же невозможно. Как помочь человеку, если об этом не говорить? Очень просто. Вы не говорите о этом человеке. То есть, не называйте имен, вы не называете как бы таких мест, где-то произошло. Мы вчера с одним братом переписывались по интернету, да? А вот, я только приехал из Израиля, говорю, классно. И как? Я попал там в одну общину. Так хорошо было, такое прославление, такое, ну, что-то пастырь так встал. И Том Дарас такой, я не буду говорить ни имен, где-то было, и все. Я попытался по-еврейски продавить его, говорю, да, как бы, как, прославление, хорошо, пишу дальше. Так а вообще, в каких местах ты был? Знаете, ну, тишина другие темы там начинают все, а потом мне пишет, а я не заметил, спросил, где я был, конечно, только в Иерусалиме. Я же по информации уже с него вытащил. Но услышите, он не был негатив, он просто сказал, не буду говорить, что произошло, что там было. Ему только понравилось прославление, все остальное, не знаю, как тебе это сказать. Все. Вы знаете, интернет это то место, где мы общаемся. Если мы хотим помочь людям, а мы хотим, нам нужно помочь людям, тогда мы не называем ни имен, ни обстоятельств, мы согласны помочь. И более того, когда вовлечены многие люди в этом, мы связаны одной целью, помочь этим людям, их поднять, восстановить, приблизить к Богу, дать ему надежду, что Господь хочет изменить его жизнь. И чаще всего многие люди, они обижаются на общины, на церкви по одной причине. Они говорят, эта церковь такая, а эти люди такие. Виноваты не церкви, не служителя, виноваты больше всего люди, с которыми общаемся. И любые сплетни или наговоры, они разрушают человека. Суммировать мой монолог можно такими простыми словами. Ваш голос, ваш голос весьма необходим. Ваша речь, ваши разговоры весьма необходимы, они очень нужны. Слова, высказанные вами, очень важны. Даже Ишу об этом говорит в послании, вернее, в Евангелии от Матфея. 12 глава, 36 стих говорит так. Говорю же вам, что всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаются, и от слов своих они осудятся. Поэтому говорю вам, говорите, общайтесь, но помните, от вашего общения зависит, где вы проведете вечность. Или нет? Мы либо оправдаем себя своим поведением, либо мы осудим, в каком положении мы находимся. Мои слова принесут мне вечную жизнь или вечное наказание. поэтому сегодня как бы я бы хотел, чтобы меня вспоминали люди, что бы я хотел, чтобы происходило. Я хотел бы, чтобы всегда в моих разговорах слышали, как я восторгаюсь людьми, которые преодолевали трудности, проблемы и грех, и которые поднимались и двигались к Богу. Я хотел бы, чтобы люди услышали в моих словах именно такое понятие, восторг людьми, которые побеждают и идут на следующий уровень. Я хотел бы, чтобы всегда мои слова назидали и приносили ободрение для других людей. Я хочу, чтобы в моих словах были сделаны решения или подаваемые решения для того, чтобы можно было выйти из своих проблем. Я хочу, чтобы через мои слова люди приходили и выражали благодарность потом за то, что мое слово помогло им преодолеть трудности. Я хотел бы, чтобы это было услышано. Мои слова, которые приносят надежду, смогут укрепить этих людей, в свое время поднимут их и дадут путь исправления. я хочу, чтобы мои слова снаряжали людей на правильные и добрые решения. Слова, помогающие возлюбить Бога всем своим сердцем, всем своим естеством. Я хочу дать людям надежду, что без Бога невозможно пройти этот путь в жизни. Но если я не такой, если не отражаю сердце Мессии, тогда у нас будут проблемы. Я хочу быть Евангелием, читаемым многими людьми. Что такое Евангелие? Как переводится? Благая весть. Я хочу быть Евангелием, читаемым людьми. Хочу быть благой вестью для людей, но не быть тем словом, которое будет убийственным. Слух слухи или сплетни являются темной стороной, кому Бог не благоволит. Если вам скажут, да ничего, ничего такого нет, ну поговорили мне, пообщались, ну просто интересно. Это не мой стандарт. Это не тому, чему мы призваны. Мы не призваны быть копировальной бумагой для этого мира. Мы не вышли из этого мира, чтобы стать подобием его на христианский или же религиозный лад. Мы вышли из мира, чтобы предоставить им другой образ мышления, другую жизнь, на которую можно только равняться и никак иначе. Я выбираю сегодня свой стандарт, который отражается в Боге. Это ваш стандарт, который описан в Писании. И если мы хотим достичь небес и изменить свою жизнь, на самом деле мы должны отречься от тех бытовых грехов, к которым мы привыкли, с которыми мы возрастали, в котором мы живем. Я выбираю Божий стандарт на мою жизнь. И если я хочу говорить о ком-то, Писание говорит, говорите, что только доброе, достославное, то, что доброта и похвала, о том, что помышляйте. Вы скажете, Ребе, может, вы сойдете здесь с неба на землю, посмотрите, где мы живем, как мы общаемся, иначе в этом мире не продвинешь. Слушайте, мы забыли, что такое сила Божия. Мы забыли, что такое стандарты Божии. Мы хотим великих чудес и изменений, изгнаний бесов, исцеления, пробуждения, а сами пытаемся быть похожи на всех остальных, изменив свою речь до покаяния, которая у нас была, на более мягкий образ выражения и думаем, что этому конец. Римлян, 6 глава, 15 стих. Я заканчиваю над этим. Что же стали мне грешить, потому что мы не под законом, под благодатью? И Рав Шеул говорит, никак. Станем ли жить? Нет. Другими словами, станем ли мы разговаривать, разносить всевозможные разговоры, сплетни, наговоры, слухи, потому что потом нам сойдет с рук, потому что мы под благодатью живем. Иисус все прощает, он же добрый Бог, Господь все покрывает своей кровью, провозгласим Исаия 53 и все. Я думаю, что нам нужно смотреть на эти вещи немножко по-другому. И эти три пункта, которые я вам сказал, как мы можем остановить любую сплетню в нашей жизни, полюбовно, прямолинейно или с выражением. Вам выбирать. В любом случае это наш выбор. Давайте мы сейчас встанем наши ноги. Этот цикл проповедей, который я говорил, что часть нашей жизни грех стал, он не случайный, потому что я хотел бы нас приготовить к вопросам внутреннего исцеления и освобождения. Я даю вам как бы прелюдию, такой аппетит развиваю в том, чтобы вы понимали, что многие вопросы мы сами решаем внутри. Кого Господь освободил воистину свободен и если мы освободимся путем нашего решения, Писание говорит, кто лгал, прежде что? Не лги. Не говорит там, пойди на энкаунтер, тебе просто поможешь за тебя, выгоня из тебя дух лжи. он говорит, не, не, а ты лгал, теперь что? Кто крал? Ну, почему-то мы так понимаем, мы крали раньше, теперь нельзя. Это хорошо, вот теперь я не краду, ни сигарет, ничего другого, то есть я хороший мальчик стал, а как насчет другого? как насчет любви? Многие люди говорят, я хочу пастыр, помолитесь, мне нужна любовь, чтобы Духом Святым сошла эта любовь мне в сердце и так далее. Да, написано, но в другом месте написано просто любите. Спасибо за субтитры Алексею!